В эфире студия 7, я Екатерина Кузьминых. Здравствуйте. Говорят, что победа в спорте зависит от настроя, а твой главный соперник – это ты сам. Как думаете, правда? А знаете ли, как воспитать чемпиона? Сегодня обсудим это со спортивным психологом, преподавателем спортивной психологии в Девногорском колледже-интернате Олимпийского резерва Алиной Сазоновой. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, в целом с профессии спортивного психолога. В чем ключевая роль этого человека для ребенка, подростка, который занимается спортом? Ну, если мы говорим о спорте уже высших достижений, о профессиональном спорте, не просто о занятиях физической культурой, то, конечно, психологическая сторона имеет очень огромное значение для спортсменов, потому что это и мотивация, это и предстартовые состояния, это и различные кризисные, так скажем, моменты, и возможность показать себя на соревнованиях. Бывает так, что король на тренировках и неудачник на соревнованиях. То есть эти тоже моменты очень часто встречаются. И как раз-таки в этом во всем помогает спортивная психология. И как говорил основатель современного движения Олимпийских игр Пьер Кубертен, в равных спортсменах побеждает психология. При равных, так скажем, соперниках всегда побеждает психология. И, ну, это, наверное, мой девиз в работе. И спортсменам я это тоже пытаюсь показать эту сторону. Как вы сами попали в спортивную психологию, я так понимаю, будучи по образованию обычным психологом? Да, совершенно верно. Я педагог-психолог по образованию. Работала в детском саду, работала в школе, в общеобразовательной. И затем в 2018 году меня пригласили работать в колледже Олимпийского резерва города Девногорска. И, собственно, эта стихия спорта меня, так скажем, затянула. И я переквалифицировалась, переучилась, то есть имею диплом спортивного психолога. И в этом направлении регулярно совершенствуюсь. В чем, ну, ключевая особенность профессиональная и задача? Ну, с одной стороны, вроде глобально это все понятно, да, нужно настроить спортсмена перед стартом так, чтобы он показал свой наилучший результат. Ну да. Но по факту в чем особенности работают? Особенность заключается в том, да, действительно, ну, кажется, психика практически, да, развитие психики у всех, оно одинаковое. Почему? Потому что, почему именно спортивная психология и, ну, такое, так скажем, составляющая очень узкая. А так как спортсмен, с ним работает целая команда, и нужно прям жить жизнью спортсменов. То есть если ты просто психолог и принимаешь на консультации, да, там, и не только спортсменов, то, конечно же, опыт работы, ну, не такой колоссальный. А тут, когда ты работаешь только вот в ключе со спортом, ты понимаешь весь их режим расписания, все, все особенности тренировочного процесса, все особенности взаимоотношения с тренером и какие бывают, специфику разных видов спорта. То есть, ну, мы находимся со спортсменами постоянно и, можно сказать, проживаем отчасти с ними их спортивную жизнь, и она, ну, очень сильно отличается от простых людей, потому что они работают на максимум и свой, так скажем, и организм, и все-все ресурсы направляют на эту деятельность. Я просто легко себе могу представить ситуацию, когда родители видят спортивное будущее для ребенка, ребенок действительно, у него есть какие-то физические способности к определенному виду спорта, но спортивная карьера сломает ему жизнь. Да, и такое бывает. Вы знаете, тут два бывают полиса, когда действительно, что у ребенка все есть, но, как правило, спортсмен — это не профессия большинства, да, такое понимание, то есть, кем ты будешь дальше, ну, хорошо, там, лет до 20 с лишним, ну, какие у нас убеждения, ты побудешь в спорте, а затем куда? Вот. Но есть и обратная сторона, когда родитель пытается через ребенка, так скажем, свои какие-то нереализованные детские мечты. Это, мне кажется, прямо классика вообще. Да, это классика, и с этим мы тоже работаем, особенно если это уже говорится, ну, о курсах, то есть у нас не только школьники, но и те, кто получает специальное уже образование. Соответственно, у ребенка, ну да, были какие-то определенные до этого, так скажем, результаты в спорте, но родители максимально пытаются его именно как профессионального видят спортсмена, потому что когда-то тоже хотели, допустим, но не получилось, либо видят свою какую-то картинку. И у нас такие случаи, когда ребенок, допустим, хочет играть на барабанах или заниматься музыкой, пишет, рисует, а вот, собственно, у родителей немножко другие на это мнение, и это тоже одно. Потому что у футболистов большие зарплаты, футболист прокормит родителей всю свою жизнь. Ну, может быть, у всех наверняка какие-то свои аргументы в эту сторону, но такие случаи тоже есть, и с этим мы работаем. Несмотря на то, что здесь немножко больно, у нас, конечно, родители, они удаленно, но пытаемся с ними тоже держать связь, потому что они играют ключевое, так скажем, значение в жизни спортсмена. Обрисуйте психологический портрет успешного человека в спорте. Отбросить, если, ну, там, физические данные, которые, безусловно, тоже важны, навыки. Каким должен быть успешный спортсмен? Ну, здесь, конечно же, должна присутствовать, во-первых, огромное желание. Мотивация, желание, оно бьет все рекорды. Это раз. Во-вторых, очень, так скажем, хорошо развитая волевая сфера, сила воли. То есть я понимаю, что я сейчас там хочу спать, я хочу что-то еще, но я должен встать и идти на тренировку для того, чтобы видеть какую-то цель. Это дисциплина 100%. А волевые качества, да? А что еще важно? Мотивация, дисциплина очень важна. И даже если не хватает, так скажем, каких-то остальных качеств, с помощью дисциплины спортсмен может дойти до результата, да? Там маленькими шишками. Даже есть один из регбистов известных, ну, европейского, так скажем, уровня, каждый год прибавлял по одному проценту. И вот в регби есть такая мотивационная вещь, ты должен каждый год хотя бы по проценту прибавлять. Как это измеряете? Ну, вот как-то, что шаг вперед должен быть сделан по отношению, допустим, к прошлому году. Вот, поэтому тут, конечно, все-таки индивидуальные особенности каждого человека учитываются, ну, вот такие основные характеристики, которые должны быть у спортсмена. Есть какие-то практики и техники, которые позволяют воспитывать эти важные для спортсмена качества? Ну, все-таки, конечно, есть, но мы изначально должны понимать, что ребенок действительно это хочет, что у него в приоритете это направление. Есть для этого, так скажем, почва, есть желание, есть физические на это возможности, способности, и потом уже, конечно, да. Но если мы понимаем, что ребенок больше там в творческом каком-то направлении развивается, то лучше не ломать, так скажем, ребенка, а дать ему возможность идти по своему пути. А давайте прыгнем немножечко в ранний возраст, когда перед родителями, тут уже скорее просто к такому частно практикующему спортивному психологу вопрос, когда перед родителями стоит вопрос выбора спорта, выбора вида и направления. Ну, во-первых, наверное, вот такое базовое, зачем вообще ребенку заниматься спортом? Ну, первое, конечно же, для чего изначально, да, родитель, во-первых, чтобы ребенок был занят, ну, вот такая, да, история, чем это занят, какая это была у него цель, во-вторых, для того, чтобы поддержать здоровье, допустим, очень часто в плавание идут, ведут детей, если у них есть какие-то проблемы с осанкой, ну, как одно из основных направлений, допустим. Либо в регионе это очень хорошо развито, тоже такое бывает, очень сильная там какая-то школа спортивная по определенному виду спорта, и это тоже может сыграть ключевой момент. Но тут каждый родитель знает своего ребенка как никто лучше, и нужно понимать, да, если ребенок не очень контактен, то лучше, конечно же, в какие-то командные игровые виды спорта ребенка не отправлять. Ну, либо, наоборот, с целью для того, чтобы он этот навык развил, да, в процессе. Выбирать спорт в соответствии с характером или, наоборот, в соответствии с дефицитами характера для того, чтобы сделать ребенка, ну, возможно, более гармоничным. Это смотря какую цель мы преследуем. Вот я как психолога вас спрашиваю, вот я привожу вам своего шестилетнего сына, который не очень хорошо коммуницирует с другими детьми, а мне кажется, что как раз командный вид спорта этот навык у него подтянет. И да, ему, может быть, сейчас не очень комфортно, но злая мать захихивает его в футбол, говорит, играй, мальчик, три раза в неделю. Как правильнее? Здесь, понимаете, нужно смотреть по ребенку. Если ему пойдет, да, если родитель исходил из дефицитов ребенка для того, чтобы это, ну, как-то у ребенка воспитать, и в дальнейшем у него все получается, то тогда, да, почему бы и нет. То есть все сугубо индивидуально. Еще огромную роль играет тренер, который вот, ну, там, своими какими-то способами ребенка может максимально там и включить в общение с другими детьми и замотивировать, и так далее. То есть даже если у ребенка чего-то там, ну, не, так скажем, не достает до данного вида спорта. Но уже, конечно же, в профессиональный вид спорта все-таки идти лучше, если качество какое-то превыше, да, если мы берем сноуборд, фристайл, там, момент страха у детей. Потому что, ну, действительно, акробатические все номера такие, скажем, ребенка отдавать для того, чтобы, ну, у него там воспитать, чтобы он был более смелый. Ну, да, поэтому тут, конечно же, нужно выбирать все-таки и сходить из ребенка и понимать, и смотреть, нравится ли ему вообще вот и заходит, так скажем, ему спорт. Нету какой-то, ну, общей такой, скажем, картинки. Все сугубо индивидуально, как и везде. А есть какие-то способы протестировать ребенка по выбору наиболее подходящего для него вида спорта? Да, есть такие методики. Непосредственно у нас в колледже это прям целый комплекс оборудования, где проверяется, как бы, ну, диагностика проводится не только просто тестирование, да, там, ответы на вопросы родителя, ребенка и так далее. У нас прям есть специальное оборудование, где подключаются разные там датчики, приборы, выявляется тип нервной системы, утомляемость. Соответственно, если у ребенка, да, повышенная утомляемость, то какие-нибудь лыжные гонки лучше исключить, так как там, ну, там, 50 километров, да, нужно пробежать. И там зрительно-моторные анализаторы, треморы рук. То есть из этих всех составляющих можно, ну, дать рекомендации родителям по выбору спорта. Но, как правило, к нам уже приходят дети, ориентированные на спорт, у которых есть уже результаты в данном виде спорта. Ну, соответственно, такой вот отбор мы не проводим. Он уже естественным образом прошел. А с улицы можно прийти и пройти этот отбор? Нет. То есть это только для спортсменов, да, создано для наших спортсменов. Если обращаются родители с запросами, вот стоит ли, не стоит там поводить ребенка куда-нибудь на футбол, на хоккей, на художественную гимнастику, ну, это в личных консультациях я тоже смогу, так скажем, дать рекомендации родителям. То есть у меня вот ребенок занимается художественной гимнастикой, младший, ну, старший занимается дзюдо, но это у нас вот с целью, так скажем, поддержать здоровье и находиться вот в этой спортивной атмосфере, а сам он немножко в другом направлении занимается. А спорт психологически может навредить? Ну, про спортивные травмы понятно, а с точки зрения психологии? Да, может навредить. Если мы, опять же, говорим о спорте профессиональном, спорте высших достижений, одно это вот к моменту того, что ребенок не хочет, а его заставляют. У ребенка совершенно другие, так скажем, интересы, а родитель говорит «ходи». И в примере таких случаев очень много, и среди моих знакомых, как бы я не пыталась сказать, что, ну, может быть, стоит что-то другое пробовать, начинается там у ребенка вранье, да, он не доходит до тренировки, это время он где-то находится. Тут родителю, конечно, нужно, ну, все-таки прислушиваться к ребенку и не навредить, потому что иногда, может, вот именно это нежелание может навредить. Ну, а если мы говорим, опять же, про профессиональный спорт, то навредить он может здоровью. И, как правило, если физическая культура, повторюсь, для здоровья, то спорт просто против здоровья. Ну, это, как бы, тоже, мне кажется, такой отчинаш, все должны понимать степень ответственности профессионального спорта. Да, что потом будут какие-то все равно последствия, так как колоссальные нагрузки идут. И там, ну, опять же, у каждого вида спорта есть свои, там, волейбол, это колени, дзюдо-самбо, там, плечи у них. Ну, в общем, если ребенок взрослый уже понимает, да, всю эту специфику, ну, и плюс травмы. И как раз-таки еще момент восстановления после травм, это тоже работа психолога. Вот к этому мы еще вернемся. Я хочу немножечко шаг назад. Вопросу, нужно ли заставлять. В случае с профессиональным спортом, когда ребенок уже осознанный и может действительно ориентироваться в своих интересах и сказать, мам, нет, я художник, я не пойду заниматься волейболом. Но когда ребенок еще маленький, когда ты только предлагаешь ему какие-то виды спорта и другие занятия, нужно заставлять? Или нужно идти на поводу, ну, хочешь планшет, ну, сиди, играи, не пойдешь на тренировку? Нет, конечно, но тут нужно понять причину, почему ребенок не хочет идти на тренировку. Ему нравится в телеке, в мультике смотреть. Да, ну, тут, конечно же, родитель должен понимать, что у нас есть, да, там правила, и ты не можешь находиться 24 на 7 в планшете. Должно быть какое-то занятие. И здесь просто методом еще неких проб можно, ну, предложить ребенку. Вот есть такое, такая секция, да, рассказать, вот такие могут быть результаты. Есть такое. Иногда бывают такие моменты, когда ребенок, допустим, в одной спортивной секции, да, там, по волейболу, у него не получается, он не хочет идти, но появляется другой тренер, другая команда, и ребенок просто спешит, летит на занятия тоже. То есть очень много факторов, почему все-таки нет желания. Ну, и, конечно, если ребенок, там, привык находиться в планшете, ему будет так, ну, у нас вообще мозг, самый, так, ленивый орган, и так проще всего, не напрягаясь, конечно, тут, ну, родитель должен регулировать. То есть, ну, из того, что я услышала, нужно заставлять чем-нибудь заниматься. А вот чем, если это полезная деятельность, спорт это или даже не спорт, художественное образование важнее, просто организованная деятельность? Да. Нет, так скажем, неталантливых детей, просто нужно найти какое-то направление, которое 100% будет ребенку по душе, где он будет развиваться. И сейчас, мне кажется, в современном мире настолько много разных вариантов, и потом ребенок через деятельность, так скажем, получает дозу вот некого кайфа такого. То есть он успешен, даже если, допустим, ребенок не очень успешен в школе, но он может быть прекрасным, там, игроком на флейте или чудесно рисует какие-нибудь картины, то это, особенно в подростковом возрасте, сыграет точно ему в плюс, потому что ребенок будет находиться в ситуации успеха, так и в спорте. Лен, важный вопрос. Травмы, выход из травм и вообще завершение профессиональной спортивной карьеры. Да, это еще один такой момент, который именно с психологической точки зрения очень сложный. Травмы в спорте, они регулярны. И тут все зависит, какая конечная цель у спортсмена. Да, кто-то опускает руки и понимает, что на чаше весов стоит мое здоровье, и, наверное, я больше все. Кто-то понимает, у меня есть еще цель, я хочу, там, быть членом сборной России, там, по какому-то виду спорта, либо выше. И, значит, ну, это просто некий переломный момент, который нужно пережить, который, там, потом восстановительное мероприятие. Вот буквально сейчас идет спартакиада. Одна из наших бывших учениц, я с ней поддерживаю отношения, фристайл. На тренировке она получила травму, не допрыгнув там на втором трамплине, разрыв связок, повреждения мениска. В общем, букет целый. Приехала скорая, она отказалась делать рентген, сказала, не-не-не, я потом МРТ сделаю, сейчас вы мне потуже перебинтуете. И она на руках доползла до старта. То есть, ну, вот, насколько желание побеждать, ну, да, травма, ну, вот, но я все равно попробую. И на руках доползла ей, прицепили там этот сноуборд, открыли, ну, и, к сожалению, травма такая, что не позволила ей скатиться. Но она сказала, я сделала все возможное, что от меня зависело. Я попробовала, не получилось, но зато я теперь, совесть моя чиста. То есть, ну, вот настолько человек заряжен в спорте. Ну, тут мне кажется, что клинические врачи с вами поспорят, потому что, ну, да, есть силоволи, есть характер, но есть же еще и вся дальнейшая жизнь, которую можно за счет этой вот силы воли и желания, ну, поставить под сомнение ее качество. Да, и иногда, обсуждая, да, там, где-то с мужем вот эти все рабочие моменты, что травмы случаются очень часто, и восстановление, и травмы бывают серьезные достаточно, он всегда говорит, а зачем вот я это все, я не понимаю, для чего эти жертвы. Ну, вот, на самом деле так. А можно ли без срывов психологических и каких-то проблем завершить спортивную карьеру? Ну, там, внезапно, связанную со спортом, с каким-то принятием решений, просто выйти из этого привычного образа жизни и попасть в другой совершенно мир. Да, кому-то это, конечно, очень сложно удается, потому что, начиная, там, с возраста младшей школы и, там, приблизительно, да, до 20 лет человек только и занимался что спортом, и основная, вот, как раз, основной вопрос в том, а я же ничего не умею делать. Как бы я вырос и до сих пор не понимаю, кто я, потому что это и летние сборы, это и выходные, то есть человек, в принципе, ничем другим и не пробовал даже позаниматься. Есть кто понимает, я, допустим, вот, до определенного возраста или какого-то, так скажем, уровня, да, я выполню мастера спорта, там, завершу сезон и буду поступать в какие-то другие высшие учебные заведения, создавать семью. Потому что, вот, у девушек это тоже как-то, у парней меньше это проскальзывает на консультациях, а у девушек очень часто по окончанию нашего колледжа они понимают, что нужна семья, что нужно, так скажем, уже оседлый образ жизни, так как спорт – это постоянные перелеты, постоянные, там, сборы. Конечно же, это тоже играет ключевую роль. Все, опять же, зависит от человека. Да, кто-то спокойно. Вообще, вот, у меня был случай, наверное, два года назад, одна из спортсменок, биатлонисток, очень, как бы, такая перспективная, мастер спорта ее и в сборную России, она просто пришла, села ко мне, улыбается, протягивает коробку конфеток, говорит, я все. Я говорю, что, все? Она говорит, ну, все, я завершаю спортивную карьеру. Я там сама, как так? Она говорит, ну, так вот, и так у нее хорошо, ровно, спокойно, она закончила колледж с красным у нас дипломом, поступила в ВУЗ, и вот вообще в сфере индустрии красоты продвигается абсолютно нормально, спокойно, без всяких надрывов. Ну, вот такая вот осознанность у человека. Словом, всем нам психологического и психического здоровья можно только пожелать, да. Спасибо большое, Алина. Всем напомню, что в гостях у нас была спортивный психолог, преподаватель спортивной психологии в Девногорском колледже-интернате Олимпийского резерва Алина Сазонова. Меня зовут Екатерина Кузьминых, всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok